Друзья, всем привет! Вы на канале Mobile Style. В этом видео будет подробный обзор оригинального чехла от компании Samsung Leather Cover для S20. В этом обзоре подробно расскажу, почему этот чехол мне не понравился и почему покупать его все-таки не стоит. Цена на этот чехол в августе 2020 года 95 белорусских рублей. Это 2 900 России или 39 долларов. Причем на официальном сайте Samsung он стоит 4 490 российских рублей. Продается он в цветах красный, голубой, коричневый, светло-серый, серый и черный. Но в Беларуси, например, в официальных магазинах цветов всего два. Это красный и черный, поэтому особо не разгуляйтесь, если только искать в неофициальных магазинах. Сама накладка пластиковая и сверху обтянута тонкой натуральной телячьей кожей. Чехол рекомендуется снимать перед использованием беспроводной зарядки. Неважно, какой чехол вы носите, я советую периодически его снимать, протирать сам телефон, доставать отсюда какие-то мелкие соринки, песчинки. И лучше всего клеить всегда на заднюю часть пленку. Оригинальную пленку я с момента покупки еще не снимала, поэтому пока еще не приклеивала. Вообще, обычно я клею пленку, потому что при попадании под сам чехол мелких соринок и песчинок, они очень часто расцарапывают заднюю часть телефона. Хотя, вроде бы у вас телефон в чехле и вроде бы должно быть все аккуратно. Сейчас я буду перечислять достоинства позже недостатки этого чехла и потом подведем вывод. И первое достоинство, чехол тонкий, приятный, он не скользкий, но при этом не дает особого сопротивления, если сравнивать с Silicon Cover. Это тоже оригинальный чехол от компании Samsung. Сделан он очень качественно. С правой стороны находятся металлические дубликаторы на кнопках, что обеспечивает очень легкое нажатие клавиш. Видео снимаю на OnePlus 7 Pro, качество мне не особо нравится, поэтому сейчас буду вставлять какие-то фотографии там, где будет лучше видно. На самом телефоне S20 камера немножко выпирает, и когда телефон находится в чехле, камера полностью прячется, и поэтому царапаться ободок камеры уже не будет. Есть небольшие выступы над дисплеем с четырех сторон. При падении на ровную плоскую поверхность дисплеем вниз, вероятнее всего дисплей останется целым. Когда эти выступы чуть больше, то тогда вероятность выше. Внутри этого чехла очень приятный на ощупь материал. По ощущениям он похож на замш, то есть обратную сторону кожи. Надпись Samsung Made in China. Все красиво, аккуратненько проклеено. Это были сильные стороны этого чехла. Сейчас переходим к недостаткам. Первый недостаток это цена. Второй недостаток это внешний вид чехла за один месяц использования. Я ежедневно чехол протираю антисептиком в конце дня. Сейчас, именно перед видео, я его не мыла, не чистила, чтобы вы видели, в каком состоянии находится этот чехол. А именно, в прожилке кожи позабивалось много грязи. Она находится внутри. И здесь в надписи позабивалась грязь. И еще у меня позабивался тональный крем, который просто так не очистит. Нужна какая-то будет мягкая щеточка, чтобы не повредить структуру кожи. Потому что кожа здесь очень тонкая. Следующий недостаток. Потемнели углы. Я думаю, что здесь это видно. При том, что чехлом я пользуюсь, как и телефоном, ровно один месяц. Видите, насколько углы потемнели. Следующий недостаток. У меня содрался один уголок. Вот здесь, наверное, где-то зацепилось. Кожа настолько тонкая, что если идет чуть большее нажатие, то она сразу сдирается. Видите, как некрасиво. Следующий недостаток. Остаются все точки. Вот они, видите, которые потом не убираются. Это когда ложила телефон на какую-то поверхность. Были какие-то, что-то было. И поэтому остаются все точки. И точно так же остаются полосочки от ногтей и от разных предметов. Внешний вид за один месяц использования оставляет желать лучшего. Итог такой. Этому чехлу я ставлю 6 баллов из 10. К покупке его я не советую. Он дорогой и непрактичный. За эту сумму можно купить действительно кожаную сумку. А здесь маленький чехол обтянутой кожей, который спустя один месяц использования выглядит уже некрасиво. С таким чехлом ходить уже стыдновато. А если вы походите полгода, то выглядит он будет просто ужасно. В любом случае придется покупать что-то на замену. На этом все. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока!